«Мастер и Маргарита» – одно из тех произведений, которые неохотно поддаются постановке. Показать на сцене тонкое переплетение сюжетных линий – задача не из лёгких. Тем не менее, режиссёр Валерий Белякович не побоялся представить свою театральную версию. С не меньшим азартом в эту магию окунулись и сами актёры. Мы просто счастливы все артисты, когда имеем счастье, прикасаться к этому материалу, к такому материалу, как Булгаковский роман «Мастер и Маргарита». Кумир ни одного поколения зрителей, народный артист Латвии Ивар Калненьш, как и его коллеги, выходил на сцену в разных образах. Именно он исполнил роль прокуратора иудеи Понтия Пилата. Игра света, дыма и музыки в сочетании со звуковыми эффектами и танцами поистине захватывает. Средневековая история, Москва 30-х годов, сумасшедший дом и бал сатаны. Гостями дьявола невольно становятся и сами зрители. Интересно, что в актёрской среде ходят слухи о так называемом проклятии романа. Хотя, по мнению Ивара Калненьша, искать мистику за пределами сцены не стоит. Понимаете, если с кем-то что-то случилось, это Булгаков тут ни при чём, понимаете. Спектакль, он конкретный, артисты ходят, там нет никакой мистики. Мы конкретно выходим и говорим текст. Просто рассуждаем об этом. Там есть, конечно, потому что проявляется волон, дьявол. Там много фантазий переходит в античный мир, в действие. Но это, в общем-то, любовная история мастера и Маргариты. Судьба самого произведения окутана тайной так же, как и судьба его героев. Булгаков писал роман около 12 лет, затем уничтожил и вновь восстановил по памяти, доказав, рукописи не горят. Это гениальное произведение, которое заставляет задуматься и над многими вещами. И действительно, это произведение, которое заставляет восхищаться над тем, как человек умел владеть словом. И как понятно, мы уже знаем, что это уже были последние. Он дописывал его уже не сам. Ему помогала жена. И как бы тоже это должно вызывать восхищение. Это неимоверное произведение. Особенно эти фразы. Никогда и ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут. За более чем два часа зрители не раз услышали знакомые цитаты и вместе с героями вновь размышляли о вечных вопросах. Ежели Бога нет. Нет никакого Бога. Потому что люди распоряжаются жизнью человеческой, все, так сказать, распорядки на земле. Ну скажи, кто управляет? Кто управляет? Того! Сам человек и управляет. Кто? Человек! Человек! Да? Человек? Ну, капец! Да! Человек разумный. Это мы о себе. Мария Маракелян, Константин Грушко, Дмитрий Сахно, ТВ5. Дмитрий Сахно, ТВ5.